На Ринмаре состоялась презентация современного самолета малой авиации. В День Воздушного флота России взлетно-посадочную полосу Ненецкого округа посетил канадский гость – самолет «Твин Оттер». Лучше ли он проверенного годами ветерана авиации самолета «Ан-2» и почему выбор авиапарка – сложный вопрос для регионов, расскажет Илья Кузьмин. Красивая, компактная, уникальная машина прилетела из города Салихард, где состоялась конференция, посвященная проблемам малой авиации в Арктике. Делегация от Ненецкого округа прибыла в Наринмар на этом самолете. Это канадский самолет «Твин Оттер», изначально разработанный корпорацией «The Heavyland» совместно с компанией «Викинг» в 2005 году. Мы хотели производить такой самолет, на котором можно летать каждый день. Мы продаем самолеты по всему миру, включая Россию. Расстояние около 600 километров «Твин Оттер» преодолел за 2 часа 13 минут со скоростью 270-300 км в час. Этот экземпляр нового поколения самолетов, способен летать без остановки почти 12 часов, вмещает до 19 пассажиров. Прошел полную проверку и сертификацию. За его штурвалом опытный летчик, который летает на подобных машинах почти 30 лет. После того, как завершают сборку самолета, я проверяю его уже в воздухе. Мы проверяем, одобряем и тестируем оборудование. Кроме того, мы доставляем самолет по желанию клиента и можем обучать пилотов. Этим самолетом может управлять один человек. Всего в компании работает 10 пилотов, которые тестируют технику. Огромное количество электроники и приборов обеспечивает самолет хорошими летными качествами, позволяя ему садиться практически на любой поверхности. Внимание наших специалистов он привлек прежде всего сменными шасси. От больших колес и лыж до амфибийных шасси. Поэтому «Твин Оттер» способен приземляться на грунт, в поле, в тундре и на воду. В отличие от «Ан-2», который по праву считается ветераном авиации, но уже морально устарел, здесь есть все необходимое для комфортного перелета. «Имеет и кондиционер, имеет и печку хорошую, то есть отопление салона, то, чего не имеет «Ан-2». Машина вызывает восхищение, и я думаю, что за этой машиной будущее». Цена подобной модели превышает стоимость «Ан-2» почти в пять раз. Возможность его приобретения не исключена. Учитывая такие показатели, как высокая износоустойчивость, маневренность, взлез небольшого расстояния и мобильность, сложно сделать выбор. Поэтому, как считает заместитель главы региона Юрий Тельтевский, необходима политика единообразия по моделям самолетов для всей Арктики. «Это может быть модернизированный «Ан-2», это может быть «Твиноттер», это может быть «Рысачок», это может быть еще какой-то другой самолет, например, та же «Цесна» или «Л-410». Но должно быть какое-то единообразие. Может быть, два типа самолета выбрано. Сегодня пока каждый регион эту задачу пытается решить самостоятельно». Парк авиации необходимо обновлять современной техникой. Это понимают и наши соседи. Например, на Чукотке закупают два «Твиноттера» в Коме-3 Л-410. Кроме того, необходимо продолжить работу по обновлению инфраструктуры аэропортов для обслуживания самолетов. Это особенно сложно в условиях отсутствия единой системы управления. В моем понимании, у аэропортовой инфраструктуры должен в условиях заполярья появиться один хозяин в лице федерального казенного предприятия. Либо это одно казенное предприятие на всю арктическую территорию, либо это сеть казенных предприятий. То, что мы смогли создать у нас в Амдерме, это серьезнейший результат. И мы на сегодняшний день ведем работу по включению всех остальных ВПП, площадок, аэродромов. В это федеральное... мы реально идем, но для этого потребовалось мы встретимся с представителем правительства. Какое решение в конечном итоге будет принято, в большей степени будет зависеть от одобрения решений по президентской программе по обновлению авиапарков.